Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о первом соборном послании святого апостола Петра. Сегодня мы читаем первую главу. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Гаватии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предвидению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Великий апостол Петр, о котором так много говорится в Евангелии, начинает свое послание с того, что он называет себя, как это было принято в древнем мире, он называет себя и называет своих адресатов. И он называет себя, он апостол Иисуса Христа, он обращается к пришельцам. Ну, слово пришелец в современном русском языке, он имеет такой научно-фантастический оттенок, речь идет об инопланетных пришельцах. На самом деле, конечно, в Библии слово пришелец означает человека, который живет в чужой стране. В Ветхом Завете говорится, пришельца в земле твоей не притесняй, ибо сами вы были пришельцами в земле египетской. Человек, который не дома, человек, который находится в изгнании или по какой-то причине покинул свое отечество. Почему христиане названы здесь пришельцами? Ведь, видимо, все эти люди являются вполне себе местными жителями. Ну, может, кто-то из них пришелец, кто-то из них мигрант в собственном смысле, но большинство из них местные жители. Дело в том, что христиане всегда пришельцы в этом мире. И, как говорит Авраам, странники и пришлец у тебя, как и все отцы мои. Мы не имеем здесь пребывающего града, но ищем будущего. Христианин, принадлежа к небесному Иерусалиму, принадлежа к своему небесному отечеству, он в этом мире является пришельцем, в определенной степени чужим. Он не является полностью принадлежащим этому миру. Он ждет возвращения в свое небесное отечество. Далее апостол называет христиан избранными по предведению Бога Отца. Бог замыслил спасение христиан, Бог замыслил спасение каждого конкретного христианина от начала времен. И это истина, которая постоянно в Писании провозглашается, то, что наше спасение есть проявление воли Божьей, проявление замысла Бога. Это не мы навязались Богу, это Бог нас призвал, Бог устроил своим промыслом так, что мы обратились к Нему, так, что мы пришли к Нему. При освящении от Духа, то есть Святой Дух нас освящает, то есть делает нас принадлежащими Богу. Слово «святой» в своем первом библейском значении, в самом таком коренном, значит «принадлежащие Богу». К послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Дело в том, что заключение завета, еще вот в ветхозаветные времена, оно сопровождалось принесением жертвы, и человека, который вступал в этот завет, его кропили кровью этой жертвы в знак того, что мы вступили в завет, мы заключили договор при этой жертве. Такой договор считался особенно священным, и апостол Петр проводит здесь параллель между ветхозаветными жертвоприношениями и Иисусом Христом, который явился той жертвой, через которую мы вступаем в завет с Богом. И далее апостол говорит. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Здесь апостол продолжает тему, которая во всех апостольских посланиях, и в этом послании особенно, проявляется эта тема нашей идентичности. Кто мы такие? Кем мы являемся на самом деле? Представьте себе потерянного ребенка, беспризорника, которого, может быть, похитили, может быть, он потерялся, но так или иначе, он вырос вне своего родного дома, он вырос где-то на чужбине, где-то потерянном, и вот приходит посланник от его отца и говорит, на самом деле ты принадлежишь к такому-то роду, на самом деле вот твой отец, на самом деле вот твоя родная страна. Это сюжет, который, насколько я помню, есть в известной сказке «Мио мой мио», там где-то мальчик в Стокгольме, и к нему является посланец и сообщает, что на самом деле он сын короля страны Дальней. Он обнаруживает свою новую идентичность, он узнает, что теперь он не тот, кем он себя считал раньше, на самом деле он теперь царский сын, и мы являемся через крещение царскими сынами, не в том плане, что мы ими родились, нет, мы родились в этом падшем мире, но через крещение мы восприняты в Церковь Божию, Бог установил с нами определенные отношения, мы теперь принадлежим к Божией Церкви, и теперь мы узнаем от апостола, кто мы такие и что из этого следует, потому что человек так устроен, это глубочайшая потребность, вложенная в человека при сотворении Богом, что человек нуждается в осознании своего места в мироздании, кто я такой, каковы мои отношения с другими людьми, каковы мои отношения с Богом, где народ, которому я принадлежу. И апостол говорит это, открывает нам истинное отношение того, кто мы такие, к кому мы принадлежим. Он говорит, что Бог по великой своей милости возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Возродил, то есть дал новую жизнь, дал новое рождение через воскресение Иисуса Христа. Мы заново родились. В крещении мы не просто присоединились к какому-то вероисповедному сообществу, мы заново родились. Мы должны осознать и уваку воспринять этот факт. Мы возрождены воскресением Иисуса Христа. Крещение нас соединяет со смертью и воскресением Христа. Погрузившись в крещальную купель, мы умерли для нашей прежней греховной жизни и воскресли для новой жизни во Христе. Он возродил нас к упованию живому, то есть к живой надежде, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас. Есть масса историй, это популярный очень сюжет про то, как человек пытается получить наследство. Это постоянный сюжет романов, различных драм. Там люди надеются получить наследство, прилагают к этому какие-то огромные усилия, иногда нарушают закон, иногда рискуют жизнью. Но, в общем, люди мечтают, что они, вот раньше они были людьми бедными, им приходилось каждый день тяжело работать, но вот сейчас на них свалится наследство, и они станут чрезвычайно богатыми. Однако мы знаем, конечно, что когда на человека сваливается чрезвычайное богатство, это не всегда хорошо, не всегда радостно, не всегда утешительно. Было как-то проведено социологическое исследование, что было с людьми, которые выиграли в лотерею. Какие-то простые, бедные люди в разных странах выиграли огромные суммы денег в лотерею, и что с ними было через три года, посмотрели, и через три года они опять живут в той же бедности, потому что они не смогли распорядиться этим своим внезапно свалившимся богатством, они его просто прогуляли. И когда человеку кажется, что внезапно свалившиеся большие деньги сделают его счастливым, ну, это ему кажется. На самом деле бывает так, что люди получают большие деньги, и это их счастливыми не делает. И люди, у которых все есть материально, это еще не делает их счастливыми, но апостол говорит, что у нас есть нечто гораздо-гораздо лучшее. Мы получили не наследство денежное, мы получили наследство нетленное, чистое, неувидаемое. Мы являемся наследниками Царства Божия. У нас есть нам уготованные величайшие дары, которые только можно себе представить. В отличие от любых других богатств, которые тленные, которые увидают, которые скользают сквозь пальцев, и на которые, главное, нельзя купить вечной жизни, человек может быть невероятно богат, но он может иметь доступ к самой лучшей медицине на свете, но он обречен умереть, как и все мы. Но здесь апостол говорит, что это наследство, оно нетленное, оно не выскользнет у нас из рук. Мы имеем это вечное наследство. Далее апостол говорит, что мы силой Божию через веру соблюдаем и ко спасению, готовому открыться в последнее время. Бог через веру хранит нас и соблюдает нас к спасению, и спасение откроется, оно станет явным в последний день, когда Христос вернется во славе. Как мы должны на это реагировать? Апостол говорит о всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев любите, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, веру и спасение, вашу и спасение душ. Апостол говорит, что мы должны радоваться сознанию того, что у нас есть это небесное наследство, что нам уготовано нечто бесконечно радостное, нечто бесконечно прекрасное. Жизнь христианина – это не жизнь в уныне, это не жизнь в подавленности, это не жизнь в каком-то непрестанном самооплакивании, нет, это жизнь в радости, в радости и в доброй надежде, что нам уготовано это небесное наследство. При этом эта радость, она существует на фоне земных скорбей. Христианская жизнь, она не является безоблачной. Христиане могут и будут сталкиваться со скорбями, нас не должно это удивлять. Но эти скорби приносят нам пользу, дабы испытанная вера оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемого золота, похвалия чести и славе в явлении Иисуса Христа. Вера – это нечто более драгоценное, чем золото, хотя золото испытывается огнем, это попытка проверить, это золото настоящее или фальшивое, но вера, она тоже испытывается огнем, но вера намного драгоценнее. Мы не можем купить за золото вечной жизни. Вечная жизнь приобретается верою, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Когда Христос явится, верные христиане будут прославлены за свое терпение, получив похвалу, которого вы, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в него радуйтесь, радостью неизреченную и преславную. Мы радуемся об Иисусе Христе, о том, что Он совершил наше спасение, что Он воцарился, и что Его победа над силами зла и греха уже, несомненно, она уже одержана. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которой и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, богоествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Апостол говорит о том, что это спасение было предсказано пророками Ветхого Завета, «И что в пророках действовал Дух Христов». Вот очень интересный момент, то, что апостол называет Дух Божий Духом Христовым. Это еще одно указание на то, что для апостолов слова Бога и Христос были практически взаимозаменяемыми, то есть церковь с самого начала верила в то, что Иисус Христос является совершенным Богом. «Посему, возлюбленные, припоясав чересла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйте с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что Я свят». Припоясав чересла ума вашего, может быть, нам немножко непонятен этот оборот, но припоясав чересла, это просто одев пояс, одев и затянув пояс, и для человека в ту эпоху это выражение означало приготовиться к каким-то решительным действиям. Вот когда я сижу там, расслабившись где-нибудь на перу, я этот пояс могу вообще отложить, он мне не нужен. А когда человек готовится, скажем, к битве, он, конечно же, припоясывается, или он готовится к дальнему переходу, он припоясывается, и быть припоясанным, это значит быть готовым к каким-то решительным действиям, быть внимательным, быть трезвенным, быть бодрственным. И он говорит, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, то есть полагайтесь на милость Божию. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Мы теперь дети Божии, как говорит апостол Иоанн, и мы теперь должны вести себя сообразно нашей принадлежности, потому что мы теперь Божьи дети, и мы должны не сообразовываться с прежними похотями. Слово похоть в Священном Писании, оно несколько шире, чем в современном слове употребления. В современном языке похоть это просто сильное половое желание. В Библии похоти это вообще желание нашей падшей природы. Властолюбие это похоть, гневливость это похоть, тщеславие это тоже похоть, это проявление нашей падшей природы. Не сообразуйтесь с похотями плоти, то есть нашей падшей природы, которые были в вашем неведении, когда вы не знали Бога, когда вы не знали, что хорошо и что плохо, но будьте святы во всех поступках. Что значит быть святыми? Не просто значит быть высоконравственными людьми, это подразумевается, но слово святое, оно прежде всего означает принадлежащий Богу. Во всех наших поступках должен прославляться Бог. Прославляет ли это Бога? Служит ли это Богу? Как говорит апостол Павел в другом месте, он говорит, едите ли, пьете ли, что бы вы ни делали, и вы все это делаете во славу Божию. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Ибо если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом, искупленный вы от суетной жизни, преданный вам от отцов, но драгоценный кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. В Ветхом Завете один из пророков говорит, если я отец, он говорит так, сын чтит отца своего и раб господина своего, если я отец, то где почтение ко мне, если я Господь, то где благоговение предо мною. Если у нас есть отец, мы должны относиться к нему с почтением и с благоговением. Для апостола Петра, который писал в намного более патриархальном обществе, чем наше, где было принято относиться к родителям с глубоким почтением и вообще к старшим, это был понятный совершенно образ, как дитя с глубоким почтением относится к отцу, так и мы должны с почтением относиться к Богу и со страхом проводить время странствования. Конечно, речь здесь идет не о страхе перед угрозой, а о благоговейном страхе, потому что бывает, конечно, страх просто перед угрозой, когда человек боится подвернуться какому-то урону, какое-то страдание он боится потерпеть, бывает благоговейный страх, губочайшее почтение. Вот это губочайшее почтение и должно исполнять нас перед Богом. «Знаю, что нетленным серебром или золотом вы искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов». Мы искуплены примерно так же, как человека могут выкупить из плена. Ну вот сейчас мы слышим новости про то, как злодеи на Ближнем Востоке захватывают в плен тех или иных людей, они захватывают в плен христиан, и как некие добрые люди выплачивают деньги и выкупают их на волю. Это известно со времен Древнего мира, когда, да, человека захватили, он оказался в рабстве, его угнали в другую страну, и вот является некий богодетель и его выкупает. В свое время Мигель Сервантес, автор Дон Кихота, попал в плен, был в плену в Турции, и некие богочестивые монахи, которые специально этим занимались, они собрали средства и его выкупили из плена. И мы, подобно этому, выкуплены из плена греха. Мы выкуплены, мы искуплены от прежней греховной жизни. Мы искуплены от той жизни, которую мы вели в рабстве, и мы приобретены Иисусом Христом. Мы теперь принадлежим Ему. Причем мы искуплены не золотом, мы искуплены не деньгами, мы искуплены Его кровью. Если бы мы попали в плен к злодеям и находились в рабстве, но потом явился бы некий богодетель и просто выкупил бы нас деньгами и вернул бы нас домой, мы, конечно, испытывали бы к Нему глубокую признательность и относились бы к Нему с глубоким почтением. Но апостол здесь говорит, что Христос совершил нечто гораздо большее. Он нас искупил не деньгами, Он искупил нас своей драгоценной кровью. Предназначенного прежде создания мира, то есть Бог имел замысел о нашем спасении, еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Так, апостол говорит, что мы возрождены, мы приобрели новую совершенно жизнь, и эта новая жизнь проявляется в нелицемерном братолюбии. Мы призваны любить друг друга от чистого сердца, поскольку мы возрождены от Слова Божия. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек. Это есть то слово, которое вам проповедано. Все то, за что мы можем цепляться здесь, все то, что нам может казаться важным, необходимым здесь, все то, из-за чего мы можем конфликтовать, ругаться, все это, как трава, все это обречено исчезнуть. Мы знаем, что человеческая жизнь, она вообще очень коротка. И когда человек еще очень юн, и когда ему там 20 лет, он не верит, что ему когда-либо будет 40, но когда человек достигает зрелости, он понимает, что жизнь на самом деле гораздо короче, чем ему кажется, и жизнь быстро проходит, и все, за что человек мог цепляться в этой жизни, уровень, статус, деньги, власть, все что угодно, все это, неважно, все это исчезнет. Важно только Слово Господа, которое пребывает вовек. И это то Слово, которое вам проповедано. И мы, имея эту вечную жизнь, мы должны смотреть на наши вечные перспективы, а не на те мелкие вещи, из-за которых мы можем конфликтовать и удаляться от любви здесь. Мы с вами прочитали первую главу Первого Соборного Послания Святого Апостола Петра. Мы делаем это в рамках библейского портала Экзегет.ру. Первого Соборного Послания Первого Соборного Послания